Маленькие детки Я хотела бы, знаете, поразмышлять недолго о том, как качественно проводить время с детьми, будь то это ваши дети, будь то это внуки ваши, будь то это даже те дети, за которыми вы приглядываете, может быть, вы работаете, а может быть, вы просто соседка или сосед, которому дали возможность побыть с детками. Я недавно размышляла, знаете, о том, Дух Святой говорил к моему сердцу о качественном времени с детьми, с моими. И я вот хотела бы начать с того, что во второзаконии написано, много-много читали, знаем это место, второзакония, 6 глава с 4 стиха. Давайте быстренько прочитаем. Здесь много, конечно, вы все это знаете места, но мне вот особенно открылось, во-первых, внушай, да, то, что мы должны планировать время с детьми. Потому что, знаете, например, бывает так, что, я не знаю, как у вас, но у меня бывает, что параллельно ты делаешь несколько дел одновременно. Так вот, ребенок, он вроде бы рядом, но это не совсем то качественное время, которое качественно. Поэтому здесь, что я для себя обнаружила, да, что для того, чтобы качественно время провести с ребенком, нужно отложить другие все свои дела. Нужно запланировать это время, как я буду сегодня вечером им говорить о Боге, что я буду делать. Потому что важно делать это интересно, важно подготовиться к этому времени. Первое, то есть первое, это планировать это время, ставить себе в расписание, потому что, если мы не поставим, суета, она просто съест это время, качественное время. Поэтому первое, ставим в расписание обязательно каждый день. Второе, готовимся к этому времени, как мы можем готовиться. Это могут быть какие-то игры специальные, что вы можете поиграть. У нас, например, дома Арсенал игр, и когда мы это делаем вместе, есть настольные игры. Есть игры, например, мы достаем какой-то персонаж, и дети говорят, кто этот персонаж. То есть вспоминаем, активируется наша память. У нас есть замечательные пособия, с которыми мы изучаем Библию. Это вот сейчас у нас идет замечательный курс для начинающих школьников, младших школьников, курс Иона. Друзья, я предлагаю вам, если вы не знаете, как изучать Библию, придите к нам, загляните в Zoom, посмотрите, как мы это делаем. И потом вы можете заказать эти пособия и делать это у себя дома один на один с вашим ребенком. Кроме того, у нас недавно начался еще один замечательный курс «Евангелие от Марка» мы изучаем. «Евангелие от Марка», и я позиционирую этот курс как курс для тех, кто уже взрослый, но и также для тех ребят, которые любят изучать Слово Божье. И вы знаете, как этот курс, я просто преподавала три года последние детям, но здесь мне позвонила учительница Макария из школы, обычной школы, он в ней учится. И два года назад, я помню, я вела прямо в эфире курс «Как освободиться от страха», как раз началась пандемия. И вот последние действия, вы знаете какие, последние события, и мы с ней как-то созваниваемся, она говорит, «Любовь Юрьевна, мне кажется, вам пора снова что-то сделать вот такое для взрослых онлайн». Я говорю, «Вы так правда думаете?» Она говорит, «Да». И знаете, я как-то так призадумалась, и вот мы начали этот курс, переживая прикосновение Иисуса. Вот прошло первое занятие, но смотрите, какое удивительное событие сопровождается этим решением. Я уверовала в Бога, когда мне было 20 лет. Друзья, и все 22 года я молилась о том, чтобы моя мама возлюбила слово, захотела читать, приблизилась к Богу. И что вы думаете? Когда я ей скинула ссылочку на приглашение на этот курс, и позвонила, и пригласила, она присоединилась, друзья. И она была в прошлый раз, первый раз, 22 года, ребята. Ну вы подумаете, ну подумаешь там, ну ты же… Но вы понимаете, можно быть пророком в своем Отечестве, и тебя могут не слышать. Но я к тому, что… Вот знаете, я до слез была растрогана, потому что она так же пребывала, так же слышала, так же с нами разбирала слово. И я очень надеюсь, что она дальше будет двигаться вместе в изучении Слова Божьего. Поэтому я за качественное время. Понимаете, когда я к ней приезжала в гости, мы говорили обо всем. О душевных каких-то делах, о каких-то там… Ну просто. Но мне не хватало этого общения именно на духовном уровне. Поэтому даже когда я говорю о своих детях, о том, как качественно пребывать и проводить время с ними, Бог дает мне качественное время, духовное пребывание в Слове Божьем с моей мамой. Я вообще удивляюсь, как это работает. Слава тебе, Господь, мы благодарим тебя. Поэтому, пожалуйста, друзья, вот есть замечательные пособия, есть замечательные конференции Бекки Фишер, она тоже сейчас выкладывается о том, как воспитать духовных чемпионов. Если, кстати говоря, еще другое местописание, если там с 10 стиха, да, по-моему, а с 20, 6 глава, 20 стих. Если спросит тебя сын твой, вот если спросит тебя сын или дочь твоя, мама, ну зачем мне надо идти в эту церковь? Ну почему я должен читать это Слово Божье или папа? Ну почему я должен? Другие же не ходят, другие же пропускают церковь. Так вот, у нас должно быть качественное обоснование, почему нам надо ходить в церковь. Сегодня прям Ольга Дмитриевна ответила на все вопросы, потрясающе, прям вот слава Господу. Поэтому, друзья, если мы укоренены, если ребенок к нам приходит, наша задача ответить ему, а если я не знаю, я буду спрашивать у тех, кого я думаю, что они знают. У нас есть замечательные люди, у которых можно учиться. Поэтому также очень вдохновляю учить местописание наизусть. Увидела, как у нашего Гедеона местописание просто вот так вот отскакивает от зубов наизусть. Я тоже хочу, чтобы у меня дети также изучали Слово и знали его. Поэтому благословляю вас планировать это время, думать, как вы будете проводить это время, чтобы это было интересно и чтобы это было качественно. Когда мы собираемся и проводим время вокруг Слова Божьего, ваше семя сеется, и оно прорастает. Поэтому давайте помолимся. А где дети? А где дети? Я них не позвала. Я как-то к вам. Дети, мы хотим благословить родителей и вас, чтобы у вас было качественное время с родителями, а у родителей качественное время с вами. Да будет так. Аминь. Дорогой Господь, слава тебе и хвала. Мы благодарим тебя за наследие наше. Мы благодарим тебя за эти подарки, которые ты нам подарил. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты дал время. И дай нам сердце мудрое, чтобы нам научиться, дай нам научаться счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Пусть в каждом дне будет запланированное время пребывания в молитве, в общении, в поклонении, с инструментами, с флагами, Господи. Пусть эти потоки в небес текут в наших семьях. Пусть будет этот алтарь каждый день гореть и не угасать, Господи, во имя Иисуса Христа. Ты сказал, что и Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодатью и истиной. И пусть Слово Божье обильно вселяется в детей наших, в нас могущественным образом. Научай нас так, Господь, чтобы мы могли передавать, отвечать на все вопросы, которые дети нам задают. Благословляем каждое поколение, и грудничков, которые тоже с молоком матери впитывают это слово, и дошкольников, и младших школьников, и подростков, и молодежь. Благословляем усилием в Слове Божьем. Да будет так, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 А